Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня в нашей студии Елена Геннадьевна Дёгтьева, заместитель главы Денцовского городского округа ИНО, Наталья Вячеславовна Караваева, начальник управления соцразвития администрации муниципалитета. Здравствуйте! Здравствуйте! Огромное количество вопросов возникает у жителей по поводу работы оперативного штаба и с лекарствами, и с тем, как оформляются правильно больничные листы, и с продуктовыми наборами. Кто может рассчитывать на эту поддержку? И очень много-много других вопросов. Поэтому сегодня хотелось бы разобрать основные, чтобы дать максимальные ответы для наших жителей. Все-таки хотелось бы начать именно с работы оперативного штаба. Елена Геннадьевна, в каком режиме сегодня вы работаете? Сегодня у нас работы выстроены, безусловно, очень интенсивно. Работа оперативного штаба ведётся ежедневно. Оперативный штаб наш создан со всеми чрезвычайными службами и под председательством главы Денцовского городского округа Андрея Робертовича Иванова. Поэтому штаб собирается ежедневно в определённое время. Там обсуждаются все самые острые вопросы, вопросы регулярной повестки и те случаи, которые возникают, решают там достаточно оперативно. И помимо этого на каждой территории, в каждом территориальном управлении создан аналогичный оперативный штаб для того, чтобы решать задачи, которые возникают также ежедневно, как раз по всем перечисленным вопросам, которые вы сказали, непосредственно на каждой территории. Это, конечно, облегчает нашу работу и делает работу более слаженной. И это позволяет нам покрывать все те вопросы, которые возникают от жителей, закрывать их в ежедневном режиме, оперативно, в режиме как бы прям горячего времени, мы это называем. Что сегодня беспокоит больше всего жителей? Безусловно, это доставка обеспечения продуктами, даже не то, что продуктовые наборы, которые вы перечислили, а именно помощь для тех категорий граждан наших. Прежде всего, это, конечно же, 65+, которым рекомендовано не выходить из дома, соблюдать режим самоизоляции. Поэтому здесь, безусловно, такой категории граждан нужно оказывать помощь в доставке продуктов, элементарной первой необходимости, ежедневные продукты и лекарства. Это самые две основные вилки – это продукты и лекарства. Я так понимаю, что открыто горячая линия, куда могут позвонить, обратиться за помощью, вот как раз от той помощи, которую сказала только что Елена Геннадьевна, это просто помочь в приобретении лекарственных препаратов, приобретении средств индивидуальной защиты, продуктов и так далее. Что это за линии, как они работают, и я знаю, что она не одна. Да, это не только горячая линия. Под руководством председателя Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяны Викторовны Одинцовой создан так называемый, мы его называем «горячий штаб». Горячий штаб, он работает по нескольким направлениям, и сейчас я тоже озвучу эти горячие линии. Прежде всего, такая горячая линия у нас создана для жителей, которые старше 65 лет. Мы с вами знаем, Мария, что жителям, чей прожиточный минимум ниже полутора величины этого минимума, одиноко проживающие пенсионеры, им предоставляется стандартный набор, который предоставляется по линии губернатора Московской области. Но у нас очень много проживает таких жителей, которые в период самоизоляции не могут выйти из дома. И здесь, конечно, все мы рассчитываем на помощь наших волонтеров. И если позвонить по телефону 495-596-2571 и озвучить свой вопрос, то совместными усилиями с благотворителями наши волонтеры могут принести продукты питания, могут помочь в каких-то просьбах, которые требуются нашим одиноко проживающим жителям, да и вообще жителям старше 65 лет, решить какие-то насущные проблемы. Также у нас есть горячая линия, которая работает непосредственно с многодетными семьями, потому что вопросы возникают очень часто. Это и предоставление продуктовых наборов, и невозможность выйти на улицу, просто потому что много детей требуют внимания в режиме самоизоляции. И позвонив по линии 8 906-628-9578, можно также задать вопросы и высказать свою просьбу. И на каждое пожелание жителей волонтеры отвлекаются очень горячо. Конечно, разные возникают вопросы, которые требуют и уточнения, требуют какого-то моментального решения, какие-то, может быть, немножко пролонгированные и долгосрочные вопросы. Также очень много жителей обращаются на линию психологической помощи. Мы неоднократно публиковали эти телефоны в средствах массовой информации, но мне хотелось бы сегодня тоже еще раз продиктовать этот телефон. Телефон этот находится непосредственно у нас в Центре сопровождения, где работают профессиональные психологи. Телефон следующий 495-545-5273. И на возникшие психологические вопросы наши специалисты, безусловно, ответят. Также у нас есть линия, которая называется «Линия для волонтеров». Если жители старше 18 лет хотели бы принести пользу нашему государству, стать волонтерами, то записаться в волонтеры и предложить свои услуги, свою помощь можно по телефону 8 968 880 88 86. И у нас в WhatsApp создана группа «Помощь жителям», где наши волонтеры получают конкретное задание, на которое они готовы откликнуться и помочь от специалистов, получающих, опять же, по горячим линиям вопросы от наших жителей. И я еще раз хочу обратить внимание, что Елена Геннадьевна сказала о том, что в каждом городском и сельском поселении, в наших территориальных управлениях созданы отделения нашего оперативного штаба. И в территориальное управление также у нас обращаются жители с вопросами помощи, с вопросами, которые они не могут получить самостоятельно. И тогда уже мы пытаемся как-то коллегиально получить на них ответ. Если возникает вопрос с тем, что продуктовый набор от губернатора Подмосковья не доставлен жителю старше 65 лет, то куда можно обратиться по указанным телефонам ранее? Или есть другая служба Елена Геннадьевна? В принципе, все эти телефоны избыточные, они работают, и вся информация с этих линий стекается в одну у нас группу, в один источник. То есть, в принципе, по-любому из этих телефонов в любом случае лучше туда оставлять даже заявку, для того, чтобы мы оперативно на это реагировали и отрабатывали. Но у нас ведется особый учет по продуктовым наборам именно от губернатора. Их доставкой занимаемся мы в первую очередь, когда эта помощь приходит. Соответственно, у нас пока таких жалоб не возникало, но можно обратиться сюда. Мы очень честно работаем вместе с Управлением социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области. То есть они предоставляют списки? И на списке, и, конечно, у них тоже есть своя горячая линия. Это 8495-593-4456, куда нашим жителям можно обратиться и уточнить, имеют ли они право на предоставление именно этого стандартного набора продуктов. Несмотря на то, что, кажется, 21 век, всем уже в цифровых технологиях, у всех банковские карты, но далеко не у всех пенсионеров на самом деле они есть. И очень многие из них привыкли и получают пенсию. Кто-то приходит лично в Сбербанк, кому-то на дом приносят сотрудники Почты России. Как сейчас будет осуществляться эта деятельность? Пока эта деятельность осуществляется в таком же режиме. То есть если вы получали пенсию через Почту России, то также принесут ее на дом. А если же вы получали ее в отделении банка, то нужно обратиться в банк. То есть нужно прийти в банк, а возможно, кстати, вот здесь помощь именно волонтеров или благотворителей, если это одинокопроживающий пенсионер, которому уже за 65 лет, и ему нужно доехать в Сбербанк, чтобы получить свою пенсию. Как-то оказать ему помощь в передвижении, именно в доставке? Ну, я всегда, помните, говорю, самый глупый вопрос – это незаданный. Поэтому надо задавать вопросы и получать на них ответы. Если такая будет, хоть минимальная возможность оказать помощь, мы обязательно окажем. И знаете, что очень много вопросов приходит на горячую линию, связанных с больничными. Как продлить, как оформить, куда пойти, что делать. Мы сегодня попросили, чтобы нам прокомментировал этот вопрос Черков Виталий Анатольевич, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Одинцовской областной больницы. Давайте послушаем его. Есть постановление правительства 294-е, согласно которому все лица, пересекшие границу Российской Федерации, со дня пересечения границы на 14 календарных дней получают карантин. Они обращаются на сайт Федеральной службы социального страхования. Там на этом сайте есть определенная таблица, графа, там можно все это заполнить. Все разложено. Поэтому заполняют пациента, выкладывают туда скан своего заграничного паспорта, страницу лицевую и страницу с пересечением границы. Дальше они прилагают проездные документы. И на основании этих документов на сайте ФСС формируется заявка в личном кабинете. Все происходит, поэтому у пациентов при формировании заявки они получают свой номер, индивидуальный номер этой заявки. И через какое-то время заявка обрабатывается, и в личный кабинет пациента приходит уведомление о том, что больничный лист открыт по такое-то число. Еще раз повторюсь, это касается лиц, пересекшие границу Российской Федерации. В этом году открывается листок нетрудоспособности на 14 календарных дней без посещения врача в электронном виде. Это будет электронный листок нетрудоспособности. Я на это подчеркиваю, потому что в соответствии с распоряжением правительства мы открываем его дистанционно. Не надо обращаться в поликлинику, не надо приходить к врачу. Мы открываем дистанционно электронный листок нетрудоспособности. 14 календарных дней за дня пересечения границы. Следующее у нас идет постановление губернатора. 136-е постановление, в соответствии с которым у нас лица старше 65 лет, работающие пенсионеры, и лица моложе 65, попадающие под определенный перечень, имеющие определенные хранительные заболевания. Этот перечень утвержден постановлением губернатора. С этим перечнем все могут ознакомиться. Они также имеют право на электронный листок нетрудоспособности. Мы его оформляем также дистанционно. И у нас есть еще один популярный вопрос, который адресован в сфере здравоохранения. Это, безусловно, как выписать рецепт на лекарственные средства. Кто это может сделать, если касается именно пожилого человека, одинокопроживающего, или тому, кто должен находиться дома и не нарушать режим самоизоляции. Хотелось бы сегодня получить ответ на этот актуальный вопрос. Давайте послушаем Елену Владимировну Шатневу, исполняющую обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Одинцовской областной больницы. Заявку на выписку лекарственных препаратов можно оставить по телефону колл-центра 8 800 550 50 30. Также работает телефон справочной Одинцовской областной больницы 8 495 663 91 89. Оператор примет заявку и оформит ее как вызов на дом с пометкой выписка лекарственных препаратов. Оператор передаст данную информацию участковому врачу, и врач обязательно свяжется с пациентом и обговорит и препараты, и способ доставки лекарств. Спасибо, что сегодня были с нами. Большое спасибо. И мы хотим сказать, будьте здоровы и берегите своих близких. Оставайтесь дома, не нарушайте режим самоизоляции. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok